В сознании людей еще с давних времен осело то, что комнатные растения могут оказывать сильное энергетическое влияние на различные стороны жизни, например, такие как успех, любовь, отношения с близкими людьми, финансовую стабильность, благополучие, счастье и даже на здоровье, поддерживая энергетический баланс своих хозяев. Есть мнение о том, что существует тесная взаимосвязь между судьбой человека и комнатными цветами, о том, что существуют растения, которые оказывают либо положительное, либо отрицательное влияние на всех тех, кто живет в квартире, в которой они находятся. Годами, наблюдая за растениями, люди пришли к выводу в том, что есть растения, которые способны приносить в дом удачу, деньги и семейное счастье. Что же это за растение? Спотифилум этот цветок носит еще и другое название, которое более известное среди людей, его называют женским счастьем. Этот цветок поможет наладить личную жизнь представительницам прекрасного пола. Одиноким женщинам, обязательно нужно завести такой цветок в доме, когда принесете его в дом, проговорите такие слова, «Тебя, дружочек, в свой дом приношу, о малом прошу, мне помоги, любовь ко мне, притяни». С его появлением в доме точно же произойдут положительные изменения в личной жизни хозяйки, вторая половинка быстро появится на пороге и такие отношения будут крепкими и любящими. Если такой цветок приобретет семейная пара, то благодаря его энергетике отношения в семье станут более крепкими и дружественными, его очень хорошо размещать в спальне. Если у пары были проблемы в отношениях, ссоры, недопонимания, то с появлением такого цветка все это уйдет, нужно взять его, обойти с ним по дому по часовой стрелке и при этом проговаривать такие слова, «Все проблемы из дома уходят», цевета Коберек в него принесла и жизнь свою позитивом наполнила, будет семью оберегать, проблемы и разногласия из нее убирать. Важным правилом является то, что нельзя никому давать прикасаться к данному цветку, чтобы не нарушить гармонию вашей семьи и не переплести ее с чужой энергетикой. Фиалка этот цветок носит название «мирный цветок», это название говорит само за себя. В том доме, где растут эти замечательные цветы, всегда обитает мир и спокойствие, хозяева такого жилья добрые и отзывчивые люди, у других людей этот цветок никогда не будет цвести. Члены семьи никогда не выясняют между собой отношения, а если такое и происходит, сразу разговаривают, объясняются, почему возникла данная проблема и все улаживают. Они всегда готовы прийти на помощь друг другу, поддержать в трудной ситуации и порадоваться, когда все хорошо. Если у вас в жизни неблагоприятный период, обязательно заведите белую фиалку, ухаживайте хорошо за ней и каждый день просите о том, чтобы она помогла вам и уберегла от неприятностей, которые вас преследуют. И следует, как только она зацветет, все эти моменты останутся в прошлом, а в вашей жизни начнут происходить только положительные события, которые полностью изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Гибискус его также называют китайская роза, этот цветок считается символом благополучия и любовных отношений, он помогает поддерживать страсть и не дает любви угаснуть. Его нужно заводить людям, которые хотят сделать свою жизнь более разнообразной, он помогает найти любовь тем, кто в этом нуждается, наполняет энергетику в доме счастьем, наполняет ним и жизни всех, кто живет в таком доме. В семьях он предотвращает любые конфликты, оберегает от измен и чужого воздействия извне, не дает разгораться ссором, а только наоборот укрепляет отношения. Восковой плющ, с ним связано очень красивое поверье, которое гласит, что когда вы подарите такой цветок, вашей второй половинке, то откроете сердце для красивой и чистой любви, которая наполнит вашу. Жизнь. Во многих странах на день влюбленных дарит горшочек с таким цветком, это своего рода валентинка, которая показывает ваши чувства. Такой цветок также нужно держать в спальне, так как он способен притягивать такие сильные энергии, как счастье, любовь и те, которые вам нужно возобновить на данном жизненном этапе, для того, чтобы сделать вашу жизнь интереснее. Мирт его очень хорошо держать в доме, где живет семья, он будет выступать в роли сильного оберега, отталкивать посылы сильного негатива, также он способен налаживать отношения в семье, оберегать от разногласий, недопонимания, взаимопонимания в семье, где есть такой цветок будут отсутствовать. Мир, покой, уважение будут сопутствовать такой семье. Женщинам способен придавать мудрость, помогать найти решения из любой сложившейся ситуации. А их резон этот цветок среди людей называют деревом счастья и взаимопонимания. Такой цветок нужно заводить тогда, когда у вас в семье начнут возникать недопонимания, отношения начнут утрачивать былую страсть и любовь, когда вам начнет казаться, что каждый следующий день похож на предыдущий, что все новое и интересное стало обходить вас стороной. Когда приобретете его, сразу разместите на кухне на подоконнике, он будет притягивать в вашу жизнь приятные события, спасут вас от образовавшейся вокруг вас рутины. Когда разместите его на подоконнике, на протяжении первых трех дней поворачивайте его по часовой стрелке и при этом проговаривайте такие слова, изменения положительные в жизнь своей семьи привлекаю. Недопонимание прочь прогоняю, хорошие события жизнь нашу наполняют и на новую ступень ее поднимают. Это изменит судьбу владельцев в лучшую сторону, наполнив жизнь приятными событиями. В вашей жизни может произойти полный энергетический переворот, жить направиться в другое русло. Колотея такой цветок просто необходим людям, которые находятся на грани развода. Проверено годами, что такой цветок может примирить супругов в любой сложившейся ситуации, внести ясность и взаимопонимание в их отношения, направить их эмоции в нужное русло, объединить их энергии, притянуть больше положительных энергий, которые будут их окружать. Когда принесете такой цветок в дом, нужно разместить его по центру стола на сутки, а затем вам и вашей второй половине дотронуться к нему, затем разместите его на видном месте, это поможет вам. Вернуть былые эмоции в вашу семью и поспособствует в дальнейшем долгой и счастливой семейной жизни, притягивая в отношения разнообразие, уважение и любовь. Хлорофитум этот цветок способен очищать от вредных веществ воздух в вашем доме, а также убирать различные ненужные энергии, которые в ваш дом принесли недоброжелатели. Если вы недавно сделали в квартире ремонт, обязательно приобретите такой цветок, он вам просто необходим. Кроме того, что он очищает воздух, энергетику, он способен приносить в семью новые эмоции, усиливать энергетику любви. Он способен наполнять дом нужными и важными энергиями, которые будут улучшать уровень вашей жизни. Антуриум этот цветок способен укреплять мужскую силу, делает характер мужчины более мягким, спокойным, придает ему целеустремленности, что помогает в короткий срок добиться любых поставленных целей. Если мужчина без пары, он способен помочь ему обрести любовь всей жизни, для этого нужно левой рукой подержать листок, при этом проговорив такие слова, возлюбленная моя, ко мне приди, в жизнь мою, войди, ее счастьем наполни и со мной нога в ногу по жизни пойди. Все невзгоды и проблемы обойти помоги, проделав это простое действие, очень скоро у вас появится возможность познакомиться с прелестной девушкой, которая станет вам хорошим другом, возлюбленной и незаменимым человеком в вашей жизни. А калифа он поможет обрести уверенность во всех делах, поможет найти решение в сложных ситуациях, когда вас начнут преследовать неприятности, обязательно заведите такой цветок, он придаст вам сил. Справится со всеми поставленными перед вами целями, вдохновит вас на новые подвиги и вы сможете всего добиться, что только решите правильным для себя. Аксалис этот цветок способствует счастью и везению, он способен переплетаться с энергетикой своей хозяйки и стать хорошим помощником в преодолении неприятных жизненных ситуаций, способен воплотить желание в жизнь, так как умеет концентрировать правильный энергетический посыл, способен притянуть удачу, найти истинную любовь, помогает сделать семейные отношения более крепкими. Герани это уникальное растение, которое способно влиять на органы дыхания, оно способно очищать и дезинфицировать воздух, предотвращать любые размолвки в семье, привлекать в дом счастье и изобилие. Его энергетика настолько сильна, что она способна защищать всех членов семьи от разрушительного негатива, такого как сглаз, порча, зависть и даже различные привороты. Это отличный талисман для вашего дома, особенно красного цвета. Цейкламен это растение, которое способно притягивать в дом счастье, благополучие, плодородие, его энергетика помогает женщинам справиться с перепадами настроения, притягивает сексуальность, светлое. Энергии, которые придают привлекательности, улучшают сон, помогают достичь эмоционального баланса, а также делает отношения между всеми членами семьи крепкими и дружественными. В семье, где есть такое растение, все члены семьи всегда сделают все возможное и невозможное для того, чтобы счастье всегда наполняло их дом. Камелия уникальность этого цветка заключается в том, что помогает женщинам более уверенными в себе, в своих силах, в своей привлекательности, помогает добиться успехов, как на работе, так и в личной жизни. Жизни, избавляет женщин от страхов и комплексов, которые присутствуют в их жизнях, благодаря чему они способны стать успешными и достигать всех своих целей, день изо дня преодолевая новую и новую ступень. Своей жизни, толстянка среди людей его знают, как денежное дерево, благодаря его энергетике, в вашей семье никогда не будет проблем с деньгами, денежная энергия всегда будет вас окружать и только приумножаться. За ним важно хорошо ухаживать, оно вам будет благодарно и притянет в вашу жизнь еще и везение сделает так, что все неприятности будут обходить стороной. Если толстянка зацветет, это будет означать, что вас впереди ждут приятные события и в вашей жизни перейдет на новый положительный уровень, в котором вас будут окружать счастье, удача, благополучие и финансовая стабильность. Если вы приобретете несколько нужных растений, вы тем самым обеспечите себе не только хороший микроклимат в доме, но и привлечете благополучие, а также защититесь от различного негатива. Ваша жизнь станет полной чашей и вы ни в чем не будете нуждаться. Разговаривайте с вашими растениями, хорошо смотрите за ними, проявляйте любовь, они все это приумножат и отблагодарят вас сполна.